Приветствую всех любителей шахмат! Мы продолжаем изучать лондонскую систему и сегодня будем это делать на примере творчества чемпиона мира, 5 Макса Эйве и 4 Александра Олехина. Эта встреча состоялась в Лондоне. В 1922 году Александр играл белым цветом и пошел D2-D4. Черные ответили кони F6 и на доске получается лондонская система. Против староиндийского построения, либо черные могут играть в духе защиты Грюнфельда, если установят пешку на поле D5. Итак, последовал ход слон G7, развитие коня. Угрожает захват центра, но вот Эйве проводит контр-удар C5, нападая на пешку D4. Брать на C5 белым не вполне выгодно, поскольку черные легко отыгрывают пехотинца выпадом конь А6. И как теперь белым защищать пешку? В случае хода конь B3 может последовать маленькая комбинация. Удар на C5, временная жертва фигуры, правда после ответного взятия черные проводят двойной удар, отыгрывают фигуру и пешку и получают равное положение. Поэтому Александр отказывается от взятия на поле C5, укрепляет центр и приступает к построению треугольника, который характерен как раз для лондонской системы. Черный открывает диагональ белопольному слону, после хода C3 играет конь C6. Эта позиция также часто встречается в дебюте рэйте, но только с переменой цвета и как бы лишним темпом у белых. Для того, чтобы черные нигде не побеспокоили слона белых, Александр образует форточку для слона, типовой ход для лондонской системы. Черный обеспечивает безопасность королю, белый играет слон C4, подготавливая рокировку. Хотя более популярным считается в наше время ход слон Е2, поскольку пункт C4 может пригодиться для белого коня. Эйва демонстрирует свои претензии в борьбе за центр, намекая на возможный тычок Е5. Белые рокировали в короткую сторону и черные должны были поменяться предварительно в центре доски с примерно равными шансами. Но Макс сразу играет Е5, ход который приводит к ослаблению пункта Д6, куда может прийти белый конь. Последовало взятие на поле Е5, здесь стоило забрать пешкой, хотя после отступления слона белый сохраняет небольшое преимущество. А ход в партии конь Е5 еще хуже. Здесь Александр меняется на поле Е5 и дальше играет конь Ж5, нападая на слабый пункт Ф7. Если теперь попытаться защитить пешку ладью, тогда белый играет конь Е4, угрожая стукнуть на поле Ф7, отвлекая ладью от защиты ферзя. А также с возможностью прыгнуть конем на поле Д6. Например, если черный меняется на Е4, то белый сразу пробивает на Ф7. Брать слона нельзя из-за провисания ферзя. Приходится отступать королем, здесь белый меняется на поле Д8, забирает на поле Е4, остаются с лишней пешкой и лучшими шансами. Предварительный размен ферзей также дает белым преимущество. После удара на поле Е4 у черных тупой слон, упирающийся в собственную пешку. Упирается также этот слон в пешку на поле С3, в то время как белый владеет открытой линией и могут закаспарить своего коня на поле Д6. Возможно, это было меньшим из зол, но в партии Макс Эйва решил пойти слон Е6. Белый меняется на поле Е6 и портит противнику пешечную структуру. Чернопольный слон остается плохим, поскольку упирается в собственную пешку. Александр играет коне Е4, предлагая размен коней, чтобы перейти в окончание с хорошим конем против плохого слона. Таким образом, после взятия на Е4 в промежутке Александр пробивает на Д8, дальше забирает на Е4 конем, атакуя пешку С5. Черный защищает пешку, белый завязывает борьбу за открытую линию. Поскольку на доске окончание, король должен идти в центр и помогать своим фигуркам. Король Ф8, король Ф1, король приблизился до поля Е7, защищая изолированную пешку на Е6. Белый фиксирует пешки противника по черным полям, ограничивая еще больше подвижность чернопольного слона. Макс защищается от неприятных наскоков вражеской кавалерии. Олейхин завершает маневр короля, последовал размен тяжелых фигур и ход ладья Б8 с целью получить контр-игру на ферзовом фланге, вскрывая линию Б. Но не тут-то было. Александр переводит ладью на третью горизонталь. И теперь плохо ходить Б5 из-за ответа ладья Б3. Белый связывает пешку, нападает одновременно и на пешку Б5, и на пешку Ц5. Черный несут материальные потери. Так что Макс отказывается от активного хода Б5 в пользу продолжения слона Х8. Черный попросту начинает стоять на месте, поскольку у них нет никакого активного плана игры. Последовал тычок А4 на корню препятствия прорыву Б5. Черные стоят, белый переводит ладью на линию Б с идеей пойти А5 и либо создать отсталую слабую пешку, либо вторгнуться в обжорный ряд. Будущий пятый чемпион мира пытается защищать седьмую горизонталь таким путем, но все равно Александр играет опять жертвуя пешку. На самом деле черными невыгодно забирать на А5, у них образуется целая армия инвалидов. И после хода ладья Б5 белый отыгрывает пешку и начинает собирать урожай. Поэтому Макс играл король Ц6, дополнительно укрепляя пехотинца на Б6. После размена белый переводит ладью на открытую линию и возможности защититься от вторжения у черных нет. Королем прикрывать поляну А7 нельзя из-за коневой вилки, на ладья Ц7 последует ход ладья А8. Эйва решил сыграть слон Ж7, но ладья внедряется на седьмую горизонталь. Черный пытается менять тяжелые фигуры, но кто ж даст? Ладья белый гораздо активнее ладьи соперника. Поэтому ладья А8, черные стоят, белый объявляет шаг, на отступление играет ладья Ж8. Запустил, что называется, лесу в курятник. После хода король Ц6 Олегин захватывает пространство на королевском фланге. Дальше белый постепенно улучшает расположение своих фигур. Ну а черные стоят ладья Ф7, Б3 на отступление короля. Белый король также маневрирует. Александр ищет самый верный путь к победе. После хода ладья Д7 король отступает. На ладья Ф7 конь переходит на Ц3 с решающим внедрением на поле Б5. Еще последовало ладья Е7. Александр фиксирует слабую пешку на поле Ж6, еще больше ограничивая подвижность чернопольного слона. Теперь у него нет ни одной клетки для отступления. После размены на поле Ж5 и хода король Ц6, белый король перемещается на поле Е4 для атаки слабой изолированной пешки Е5. После шаха и отступления короля, черный пошел ладья Б7, белый конь с решающим эффектом внедряется на Б5. Максевая балансирует на краю пропасти, пытаясь защищать то одну слабость, то другую. В то время как белые никуда не спешат, они постепенно улучшают свое положение. После хода Ф3 переходить королем на Б7 плохо из-за хода конь Д6 и на отступление белый играет конь Е8, вылавливая вражеского слона. Поэтому последовал в партии ход король Д7. Черный нападает на пешку, белый защищает пешку королем. На шах король отступает на Д7. Опять же отступать королем на Б7 плохо, поскольку белый объявляет шах. На отход короля играет ладья Д8 и черный попадает в Цукцванг, угрожая тканевая вилка, как защищаться. При отступлении короля на А6 белый объявляет шах на перекрытие, меняет тяжелые фигуры, играет конь Е8 и попросту забирает слабую пешку на поле Е6, получая абсолютно выигранное положение. Но и переход короля на поле Д7 в партии немногим лучше, поскольку Александр выписывает шах, на отступление играет ладья С6, атакуя слабую пешку на Б6 и Е6. И защитить обе слабости у черных нет никакой возможности. После хода ладья Б7 и взятия на Е6, Макс Эйвей признал себя побежденным, поскольку теряется еще и пешка на поле Ж6, белый получает две связанные проходные на королевском фланге. Что ж, если вам понравилась эта поучительная партия на тему использования слабых пешек и плохой фигуры у противника, не забудьте поддержать ролик лайком, репостом в социальные сети и до следующих встреч.